На крыльях прямо к золоту. Гора Юца в пригороде Пятигорска вновь стала главной вершиной международного парапланерного спорта. Гости из разных стран от Китая и до Ирана, а также сильнейшие российские спортсмены выясняют на большом турнире, кто самый быстрый и умелый в небе. Алина Ткаченко в прямом смысле о высоких достижениях. 6 метров в секунду. Самая подходящая скорость ветра необходимая, чтобы параплан расправил свое крыло. С 20 по 30 июля в пригороде Пятигорска с погодой должно повезти. Гора Юца снова встречает спортсменов со всего мира на чемпионате России по парапланерному спорту 2016 в категории маршрутные полеты. За восходящими потоками со всей России из Китая и Ирана на Юцу приехали рейтинговые спортсмены со своими командами. Мы же летаем без мотора, нам нужны восходящие потоки и в горах намного проще выжить, не провалиться и не сесть. На равнине летать сложнее. Поэтому был момент, когда люди говорят, да ну тут маленькая горка и вокруг только равнина. Но мы преодолели этот миф. Чемпионат России вернулся на Юцу. Во время старта над горой практически в одно время парят сразу 102 параплана. Столько участников приехали на соревнования со всей страны, даже с Урала, Крыма. А вот и мнение о горе Юца спортсмена из Ирана. Горка вроде совсем небольшая, но как он увидел, что условия вполне подходящие, что потоки добрые, не очень сильные, что приятно, набрать всегда можно. В общем, условия вполне подходящие. Спортсмен из Китая Чу Цзюхуа, кроме как в соревнованиях участвует, попутно еще и русский язык учит. Да, Сиди. Спасибо. Очень хорошо. Эти соревнования стали одними из самых массовых в стране, серьезными по рейтингу участников. К событию пришлось готовиться всесторонне, организовывать и жилье, и питание, и транспорт, чтобы поднимать спортсменов на гору. Китайскую кухню готовили? Кстати, ну не китайскую, но ему понравилась армянская. Организация на высшем уровне, но погода, вот кто вносит свои коррективы. Сложнее всего для парапланиристов именно залететь. Начинают и заканчивают свой путь они против ветра, а летят уже прямо по. Ветер определяет направление маршрутов. В этот день парапланиристы полетят на северо-восток. Спортсмены говорят, что чем больше высота, тем в большей безопасности себя чувствуют. Смотря на такое зрелище, задаешься вопросом, как спортсменам удается не цепляться друг за друга. Для этого существуют специальные правила расхождения. Но находясь в потоке динамическом, до перехода в термический, могут возникнуть сложности. Конечно, расхождение здесь происходит с некоторыми криками друг на друга. Ну, это и предупреждающие, и угрожающие крики. Такое возможно. Но, в принципе, тьфу-тьфу-тьфу. Я очень надеюсь, что у нас все обойдется, что никаких столкновений не будет. Все-таки уровень пилота высокий. Парапланерный спорт не столько требует физической силы, как умственной. Спортсмены – стратеги. А полет, как игра в шахматы. Набрали высоту – идет движение по маршруту. Направление на северо-восток от ЮЦИ – новое. Эксперимент организаторов соревнований. Задача – пройти маршрут в 60 километров как можно быстрее. Отслеживают путь специальные GPS-трекеры. Специальный человек, скорая, он берет треки, сливает их. Специальная программа, она по определенной формуле считает скорость прохождения участка, дистанцию, время, лидировал кто-то или не лидировал и так далее. Там довольно сложная формула. И по этой формуле начисляются очки баллов. Высота учитывается или нет? Нет, высота не учитывается. Мастера могут набрать скорость и 90 километров в час. Рассказывают, что некоторые парапланиристы свои крылья используют даже как средство для путешествий. Путешествовать можно. Прям на порогах? Да, то есть люди путешествуют с палатками, с каким-то запасом еды по горам. Они летят, приземляются, ночуют, на следующий день стартуют и снова летят. Мужчины и женщины летают в одной категории. Но есть небольшой бонус – отдельный женский зачет. Самые хрупкие дополняют свой вес емкостью с водой, которую при приземлении можно вылить и потом на себе тащить только параплан, который весит где-то 25 килограммов. Как говорится, любишь летать – люби и параплан таскать.